Тема часа неделя здорового образа жизни юлия викторовна поздравляю нас в ржд началась и успешно идет неделя здорового образа жизни что это значит для железнодорожников ну вы знаете наверное это все-таки события 5 апреля неделя стартовала на всей сети железных дорог в центральном аппарате мы например раздавали яблоки и соответствующие памятники что такое здоровый образ жизни чтобы люди все-таки наверное съев это яблоко задумались а я веду такой образ жизни или нет задача была именно такая и конечно нам хотелось дать информацию нашим работникам наиболее сжато и максимально наверное продуктивно что в общем то у нас и получается то что мы наблюдаем сейчас что предлагаете из чего это складывается вся неделя и каждый день у нас оставлено расписание соответствующее на каждой дороге составлено расписание потому как в преддверии этой недели мы подготовили два распоряжения которое вышло в целом на сеть на каждую дорогу на каждое предприятие надеюсь попало и второе распоряжение это которое касалось центрального аппарата в рамках этой недели у нас предусмотрены как оффлайн мероприятия так и онлайн онлайн у нас в основном идут в будние дни ну и это объяснимо а что 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 в онлайн лекции врачей лекции сомнолога лекции психолога у нас подготовлен целый курс железнодорожной торговой компании по здоровому питанию с мастер-классами которые транслируются на площадке здоров сзади онлайн у нас двигательные активности предусмотрены офис фит производственная гимнастика 7 апреля у нас стартует онлайн марафон который был готовит рфсо локомотив а что там будет там будет старт марафона который пройдет целый месяц и будут подведены в онлайн формате уже результаты это спортивным это спортивный это беговой марафон также у нас предусмотрены проекты связанные и с оффлайн вариантом это и какие-то забеги я знаю от коллег с дорог что они планируют на субботу воскресенье уже в парковых зонах благо погода позволяет это и фитнес-туры выходного дня первый тур мы проводили в марте месяце на базе березовая роща ну а сейчас эту идею подхватили наши объекты и работники с удовольствием идут на эти проекты но почему нужна была такая неделя вот для чего ну наверное чтобы мы немного всколыхнули сеть немного настроили наших работников на эту работу работу прежде всего над собой над своим сознанием своим осознанным проявлением заботы о своем здоровье здоровье своих близких коллег в конце концов а какая связь где смотреть где увидеть можно эти лекции где можно посмотреть рецепты как можно включиться в гимнастику повторюсь площадка здоров.сзд.онлайн это та интернет платформа которая нам позволяет развернуть онлайн мероприятия по тем форматам которых я говорила чуть выше то есть туда нужно зайти зарегистрироваться там можно не регистрироваться это свободный доступ это открытая площадка которую мы в общем-то развиваем уже год появилась она у нас благодаря проекту лагерь онлайн и потом возникла идея какие-то определенные направления развивать по отдельным страничкам. Юлия Викторовна а какой реакции вы ожидаете от железнодорожников? Ну вот даже 5 числа когда мы встречали наших работников в административных зданиях понимали что люди кто-то стесняется кто-то наоборот с улыбкой воспринимает это но никто не отказывался ни от брошюры ни от яблока все очень с радостью это воспринимали мы очень надеемся что эта неделя позволит нашим работникам более наверное полно задуматься о собственном здоровье каких-то наверное мероприятиях собственной жизни которые позволят им выйти на абсолютно новое качество жизни на каких темах конкретно вы обращаете внимание на чем акцентируете внимание железнодорожника в рамках недели здорового образа жизни ну мы делаем этот проект совместно с центральной дирекцией здравоохранения очень нам помогает благотворительный фонд почет организовывая волонтеров и акцент мы конечно делаем наверное больше всего в двух направлениях это медицина и все что связано прежде всего с профилактикой со здоровым образом жизни питьевым режимом но и второе направление это двигательная активность потому как наш образ жизни наверное не всегда позволяет выдержать ту активность которую нужно организму чтобы он себя хорошо ощущал то есть вот такие направления а что ожидаете в целом вот от этой недели люди задумаются люди станут регулярно следить за своим питанием следить за своей активностью наверное регулярно заниматься спортом какие еще акции будут проходить в рамках недели здорового образа жизни но мы не зря выбрали именно эту неделю потому как 7 апреля весь мир отмечает день здоровья и конечно у нас есть контакты с теми же волонтерами медиками которые очень активно пропагандируют здоровый образ жизни и в рамках этого взаимодействия у нас 7 апреля частично уже состоялась зарядка всероссийская где будут задействованы в том числе и несколько площадок с активным участием у ау ржд в рамках деятельности торгово-промышленные палаты у нас формируется ролик который будет готов наверно вот совсем скоро блиц интервью работников различных профессий от нас это выступает машинист московской железной дороги других коллег там космонавт как мне говорят врач строитель и все это будет направлено именно на популяризацию здорового образа жизни в рамках деятельности торгово-промышленной палаты и ну всего наверное сообщества работодателей вы сказали про волонтеров что они тоже будут активно принимать участие в неделе здорового образа жизни а каким образом ну во первых они помогают делать все активности которые происходят прежде всего в режиме на их плечах да и наблюдая как они работают понимаю что наверное лучших людей которые могли бы продвинуть вот эти все идеи наверное их и не найдешь потому как они привыкли работать с людьми они понимают как это делать и в общем то пока только положительные отзывы у нас идут о работе волонтеров юля викторовна а что для себя лично вы открыли вот в этой неделе ну наверное я постаралась более активно заниматься спортом ходить спортклуб то есть сделали такое да я хочу сказать что неделя отлично но что дальше закончится ли на этом здоровый образ жизни вот эта концепция или будет как-то продолжена но мы железнодорожники да привыкли пользоваться такими железнодорожными наверное терминологиями и я считаю что этот локомотив уже не остановить и он будет двигаться дальше набирать обороты и все большее количество людей все таки войдет в тот пул людей здорового образа жизни потому что на данный момент жизнь дает нам в общем то такие вызовы и человеку который не обладает определенным здоровьем будет очень сложно выжить в этом мире юлия викторовна спасибо вам большое за такой разговор уверена железнодорожники поедут и помчаться по пути здоровья спасибо большое до свидания